Доброе утро. У нас накидало снега, причем в порядке, и сейчас он идет, я бы даже сказал метет. И это значит будет весело. Я не знаю впечатляет ли это вас, но меня чуть впечатляет. Смотрите, этот комплекс, целый комплекс, то есть это не чей-то дом, который сдается еще и в аренду. Построен специально для отдыхающих, здесь и экоферма есть, по сути хозяин говорит, что здесь можно жить просто на том, что вот здесь есть у него, выращивается. Просто в глуши, то есть сюда не ведет ни одна дорога, кроме как те вот тропинки в лесу, по которым мы сюда ехали. Да, здесь есть еще проживающие, ну потому что место шикарное, есть еще другие, кто строит. Но в Кинде есть такую махину построить без дорог. Летом надо ее бронировать. Июль-Август, говорят, уже полностью забронировано. Я просто представляю приехать сюда на Джимни с семьей или двумя семьями целыми днями кататься по этим красотам. Потом здесь банька, бассейн. Здесь есть все, все, что надо. Здесь ресторан есть. Номера хорошие есть. Метет в порядке, должен вам сказать. И сегодня будет весело кататься. Я у нас вчера такого я не ждал. Думал, чуть снежок выпадет, может где-то после обеда. Нет. Но тем прикольнее, потому что Кимбургская коса зимой это не такое популярное явление. Все сюда едут летом, в теплое время. Будет круто. Второй день начинается с того, что выпало синег и приходится наши джимники чистить. С одной стороны, очень-очень-очень стало красиво на улице, но с другой стороны, этот снег прикрывает все те сюрпризы, которые может нам приготовить дорога. Потому что ты просто не увидишь, есть ли там здоровенная яма, вода, грязь. Что вообще под снегом? Поэтому сегодняшняя поездка будет очень интересной. Почти все в сборе. Один экипаж нас догонит чуть-чуть позже. Вот так красиво все это выглядит. Рома говорит, мне очень хорошо. Ну знаете, как в Титанике делали. Я сейчас чувствую себя, говорит, очень хорошо. Очень хорошо, да. Поехали, чувак, я хочу уже есть. Когда идут, а мое отношение к массовым таким экспедициям не меняется вообще. Потому что собралось машин 10, и мы стоим уже минут 20. Просто ждем кого-то. Это всегда так бывает. Все экипажи ждут кого-то одного или двоих. Это не только про экспедицию внедорожную. Это везде, где есть много людей. Мы очень часто ездили в пресс-туры, даже просто там за границу, какие-то коммерческие пресс-туры. И вот всегда есть один человек или несколько, которых ты будешь ждать постоянно. И это печаль, это меня раздражает. Поэтому я за то, чтобы собрать 2-3 человека, которым ты говоришь, ребятки, вот время, вы с этим согласны? Наконец-то. Вы с этим согласны? Они говорят, да, после чего мы никого не ждем. Но таки мы наконец-то выехали. Япота. А вот где мы едем. Сейчас будем выезжать на косу. Буквально вчера мы плюс-минус по этой же дороге ехали. Как бы мы ее вчера видели, смысл ее сегодня смотреть. А сегодня мы едем, и из-за того, что все это засыпало, воспринимается все совершенно по-другому. Я без понятия, где мы, но это очень и очень весело. Посмотрите, как красиво. Мы приехали к морю. Да, Саня, это море с левой стороны. А ты готов, или готова, или готова, или готова. А там я не упал, а там я не упал. Отлично едем. Очень нравится, друзья. Песок, иногда глубокая колья, иногда неглубокая вот такая. Где-то легче, где-то сложнее. Снежок, красота. Высшей степени кайфа, мне кажется, придумать сложно. Особенно знаю, что вечером будет баня. Но я не знаю, что придумать лучше. А так как мы сегодня останавливаемся в этом же отеле, я из машины сгрузил практически все. Во-первых, в Кунге вчера у нас шаклы разлетелись. Я их все нормально сложил, на Динамо Старпу зацепил, закрутил. И в сумочку, потому что получилось не закрепленное. По такой теме летал там все. И стянут сумку очень хорошо. То есть сейчас в боксе сверху у меня тишина. Из машины. У меня здесь было 5 лишних пар очков. Вкиньтесь. И солнцезащитных. Я их все просто забрал, потому что трещали. Сейчас тишина. Вообще шикардос. Сейчас будем горочку преодолевать. Вот это, ну по крайней мере пытаться. Ну что, первый заехал. Ехали, ехали мы по полю вдоль моря. И наконец-то начались холмы. И Сашка такой спрашивает. А что, мы будем подниматься? И как бы предводитель говорит. Ну, летом мы поднимались. И как бы вот этот холмик. Как я и говорил, буквально вчера это все был просто, ну, песок, зеленые деревья, травичка росла. И такое впечатление было, что сейчас весна либо осень. День прошел, бах, за ночь намело просто невероятное количество снега. И сейчас я понимаю, что я в феврале. Очень холодно, очень нарядно все выглядит. И я в феврале на море. А вот это, друзья, заброшенный мост, куда раньше причаливали ракеты. Вот эти метеоры, ракеты. Потому что раньше сюда только так можно было добраться. Посмотрите на эту лошадь. Это же жесть. Сколько у нее метров? Это жесть, а не крупная. Я реально таких лошадок еще не видел никогда. Вам это непонятно, но реально мы подъезжаем и такие, сколько в тебе. Мы едем и думаем, какая лошадь, большая лошадь смотрит и думает, какие машинки маленькие. Все боевые снаряды в сборе. Я бы даже сказал, в целости и сохранности. Тут у нас обед, а тут слов делается. Все, можно брать? Не, братан, нельзя еще брать. А ребята, которые организовывают все из берлоги. Сейчас вот плов делают. Задарили мне нож охрененный. Посмотрите. Крава-найвс. Это какие-то прикольные крафтовые украинские ножи. Посмотрите на сталь. Блин, очень приятно. А теперь, ребятки, минутка задротства. И я буду задавать вам вопросы. А вы мне, пожалуйста, ответьте на них в комментариях. Есть целое направление ножей. Причем как крафтовых каких-то, так и просто готовых. Всяких спайдерка там, еще всяких. Вот такого типа. Я только что посмотрел на сайте. Вот этот Крава-найвс Юкраин. Охрененный чувак. Ну, серьезно. И ножи очень прикольные. Я даже с ним, думаю, спешусь. Возможно, мы сделаем какую-то свою версию. Мне кажется, с нашим логотипчиком будет шикарно смотреться. Он охрененный, друзья. То есть, в руках держишь. Это просто такая вещь шикарная. Не хочется выпускать из рук. Но вопрос у меня следующий. Почему я принес сюда мультитул своего малого? Вот этот мультитул я подарил на день рождения своему старшему. Да, он чуть может толще, но он меньше. Он чуть-чуть тяжелее. Здесь у нас клинок, который такой же по длине. Здесь есть клипса. Здесь есть карабин. Здесь есть битодержатель, что очень важно. И ты достаешь биту и вставляешь любую другую. То есть, по сути, у тебя уже вместе с ним 4 дополнительных инструмента. Потому что биты двухсторонние. И одна еще прячется вот здесь. Ну и, друзья, пассатижи с кусачками. То есть, это реально очень функциональный, качественный инструмент. И он стоит дешевле. Объясните мне, пожалуйста. Просто мне реально интересно. Причем прикол, почему люди так сильно прутся от ножей. Что этим ножом можно сделать лучше, чем этим мультитулом? Нет, я не упрекаю. Мне реально нравится этот нож. Без прикола. Я просто не могу понять, зачем. Слушай, ну плов получается прям. Потому что вот он уже начинает рассыпаться. Как песок. А после классного плова мы пошли в баньку париться с детьми. Сейчас на улице отдыхаем. Тут у нас прямо хорошо с венечком. Уф! Уф!